В Томске в субботу загорелся второй за неделю гипермаркет ленты. Издание, где взрывались петарды, эвакуировали около 700 человек. Как и в случае с пожаром в первой томской ленте, в субботу имел место поджог. Подозреваемый уже задержан. По данным МВД это 27-летний местный житель, мотивы которого пока неизвестны. Подробности в ближайшие 15 минут. В Томске задержали подозреваемого в поджоге второго за неделю гипермаркета ленты. По данным МВД это 27-летний местный житель. Его имя, фамилия, а также мотивы пока неизвестны. Пожар начался в субботу вечером. Загорелся отдел пиротехники. На видео с места событий покупатели подзвуки взрывающихся петард в панике бегут к выходам из здания. Среди них есть и маленькие дети. Не беги, не беги, не беги. Ничего страшного. На других видео в соцсетях посетители Томской ленты сами тушат пожар с огнетушителем в руках. Рассказывает о бездействии сотрудников гипермаркета. Ребят, вон уже, смотрите, как разгорается. Давай, вот, вот, вот. С этой стороны, с этой, с этой, с этой, с этой стороны. Снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, вот. Что, стоите, открывайте, достаем пожарный рукав тушить. А она говорит, зачем сейчас приедет пожарный? Говорит, сотрудники, которые должны были быть обучены, стояли просто и смотрели, с***, взрываются фейерверки. А обычные люди, извините, побежали тушить пожар. Площадь возгорания была небольшой, поэтому пожар потушили быстро, рассказывает журналист портала Томск.ру Вячеслав Серов. На самом деле, ничего серьезного там не было, просто небольшое возгорание в пиротехническом отделе. Потушили буквально за 10 минут, получается. Люди в напряжении находятся, постоянно все это контролируются, постоянно просматривают социальные сети. Эти две ленты, первая, которая вот горела, и эта, они далеко друг от друга находятся? Они находятся, да, на приличном расстоянии друг от друга. Одна на юге города, другая ближе к его северу. Есть еще одна лента северная, но с ней, слава богу, пока ничего не случилось. Вячеслав Серов, журналист портала Томск.ру, МЧС эвакуировал здание 650 человек. Несколько дней назад в Томске дотла сгорела другая лента. Огонь охватил 5000 квадратных метров, обрушив фасады и крышу гипермаркета. Причиной пожара тогда также стал поджог. В отделе фейерверков поджигатель не смог внятно объяснить причины своего поступка. Всех людей из здания ленты вовремя эвакуировали. Никто не пострадал. Крупнейший за 10 лет пожар в Томской области вчера сгорел гипермаркет лента. По счастью, ни один человек не пострадал. Эксперты по безопасности обращают внимание на уникальность этого случая в хорошем смысле. Поджигатель гипермаркета лента в Томске не смог объяснить мотивы своего поступка. Мужчину сотрудника подрядной организации, работавшей в торговом зале, сдержали по горячим следам. Сам гипермаркет сгорел полностью, при этом никто не пострадал, продолжит Евгений Перельчук. Гипермаркет лента в Томске – самый типичный торговый центр. Расположен в плотной городской застройке, рядом с круговым перекрестком. Позади – ботанический сад. Вокруг всегда активное движение и машин, и людей. В середине дня в ленте начался пожар. Он быстро разросся до 5000 квадратных метров. Обрушил фасады и крышу. Удивительно, но всех успели эвакуировать. Рассказывает спецкорреспондент российской газеты Наталья Граф. Это крупный гипермаркет лента в Кировском районе города Томска, на улице Елизаровых. Народу было в нем достаточно много, потому что люди уже начинают делать покупки к Новым годам. Сами из гипермаркета успели эвакуироваться более 200 человек. Это работники ленты и покупатели. Возгорание началось в четвертом часу. По местному томскому времени первое подразделение прибыло на место происшествия. И из-под крыши здания на этот момент уже шел дым. А системы пожарной безопасности были там? Насколько я понимаю, что сработали, потому что люди оперативно эвакуировались. Практически все, кто был в здании, они смогли забраться на улицу. Возгорание началось в отделе непродовольственных товаров. Были сообщения, что загорелись поддоны. Потом выяснилось, что это был отдел с фейерверками. В тушении гипермаркета принимал участие пожарный поезд. Появились неприятные ассоциации с зимней вишней. Но на этот раз ни одному посетителю даже не потребовалась медицинская помощь. Все отделались испугом. Реакция всех в этой истории и персонала, и посетителей, и пожарных, и полицейских – это образец, признает ведущий эксперт научно-производственной компании Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. Расчетное время эвакуации из здания должно составлять не более 9 минут. При достаточной ширине и доступности эвакуационных выходов этот норматив можно даже сократить. Система оповещения о пожаре соответствующим образом отработала. И при помощи охраны торгового комплекса посетители и персонал были из здания эвакуированы. Это абсолютно нормальная ситуация, штатная, которая должна быть на любом объекте. Более того, этому примеру должны следовать все остальные торговые комплексы. Сейчас вообще больше стали внимания уделять? Ну, после зимней весны больше стали внимания уделять. Да, стали. Почти сразу после возгорания появились сообщения о поджоге, и предполагаемого виновника быстро нашли. Им оказался мужчина 33 лет, ранее судимый. Работал предварительно в подрядной организации, в одном из торговых залов гипермаркета. Вину признал, но внятно объяснить причины поступка не смог. Обяжут ли его возмещать ущерб? Руководству ленты, подрядчикам, поставщикам, посетителям станет ясно после психиатрической экспертизы, говорит председатель коллеги адвокатов, ваш юридически поверенный Константин Тропоидзе. Если подтвердиться неопровержимым фактом, что он поджег умышленно, его действия привели к тому, что он подверг опасности жизни большого количества людей, причинил значительный имущественный ущерб не только владельцам этого торгового центра, но еще и арендаторам. Все это формирует большой букет возможных обвинений и квалификаций, включая возмещение материального ущерба не только ленте, но и людям, которые могли там какие-то вещи оставить. Если он не возместит этот материальный ущерб, ни о каком УДО не смогут вести речь, то есть он отсидит полностью срок. Здание гипермаркета таким образом просуществовало всего пять лет. В 2016 году его построила холдинговая компания «Новолекс». В процессе был даже конфликт с мэрией Томска. Работы поначалу велись без разрешения. Второе происшествие со зданием произошло только сейчас и оказалось фатальным. Но, с другой стороны, и обнадеживающим. Такой крупный пожар в России и без пострадавших – это редкость. Томская история – это ЧП, в котором все сработали как надо, когда реакции и действия полиции пожарных не вызвали нарекания, когда сигнализация была исправна, а эвакуация оперативна.